СССР Всем тихой ночи. А не пора ли устроить экскурсию по учреждению фонда SCP? А именно Зоне 19. Ведь Зона 19 это одна из самых каноничных вещей, что есть во всем SCP. Именно в ней хранится самый первый объект, описанный на сайте, то есть SCP-173. Кроме статуи, там находится и множество других объектов. Неописуемые SCP-055, забавные 131, которым, кстати, позволено путешествовать по всей территории, загадочные SCP-049, Чумной Доктор и еще десяток других. И в 19-ю Зону продолжают доставляться новые странные и необъяснимые вещи. Вот уже несколько шеститысячных объектов нашли свое место в 19-й. И это только то, что можно было увидеть в списке учреждений фонда. А если пользоваться поиском по сайту, можно узнать, что в Зоне 19 хранится несколько сотен объектов. Хотя сколько конкретно объектов хранится в стенах 19-й, не знает точно никто. А ведь кроме SCP-объектов, тут есть еще больше вещей, еще не получивших номер в базе данных фонда, и только ожидающих своего исследования. Конечно же, огромное количество аномальных предметов привлекает к этому месту повстанцев хаоса. В статье Сада Зоны 19 описывается, как более 5000 бойцов этой организации попытались взять штурмом учреждения фонда. При этом с ними были сектанты из церкви разбитого бога и даже несколько культистов Алого Короля. Настолько эти разные группировки хотят овладеть секретами 19-й, что даже готовы терпеть друг друга. А в мире сорванного маскарада, в том, где о существовании фонда стало общеизвестно, Зона 19 практически всегда окружена желающими узнать правду о мире аномального. Впрочем, это не какой-то сюжетный элемент, а скорее отсылка на то событие, когда люди в Америке штурмовали Зону 51, где, согласно конспирологическим теориям, правительство держит пришельцев. Впрочем, даже с такими существенными силами захватить Зону 19 не удается, потому что сложно захватить место, которое постоянно перемещается. Ведь в одном из вариантов SCP-001 говорится, что Зона эта сама по себе является объектом SCP, причем самым первым. Аномальность объекта заключается в том, что вся территория учреждения фонда примерно каждые две недели меняет свое положение в пространстве, постоянно оказываясь в новой точке планеты, как правило, появляясь в незаселенном уголке Земли. Этот вариант SCP-001 набрал настолько низкий рейтинг, что был убран из списка SCP-001. Но идея о том, что самая большая зона фонда постоянно перемещается, никуда не пропала. Ее постоянно можно встретить в обсуждениях статей и в теориях. Этот факт не удается скрыть, прикрываясь низким рейтингом. Кроме того, сама по себе удаленная статья не пропала совсем, а была переписана. Так и появилось два других варианта SCP-001. Защитой Зоны 19 служит не только ее телепортация, но и, конечно же, несколько МОК фонда SCP. Около 500 охранников оружия, которое в статье называется «Полевой дезинтегратор». Такое устройство, кстати, несколько раз упоминается в объектах, но никаких подробностей об этом нет. Вот это секретность. Но какая же сама эта Зона 19? На сайте пока еще нет развернутого ее описания, но его можно собрать из множества объектов, где она упоминается. В этом учреждении, очевидно, есть несколько подземных уровней, в одном из которых, например, находится SCP-101 – сумка с зубами. Довольно часто упоминаются шкафы для хранения безопасных объектов, в которых лежат десятки аномальных предметов. В одном из таких располагается SCP-269 – браслет, при надевании которого на руку. Он начинает очищать кровь от всех болезнетворных организмов и вредных веществ. А когда таковых не остается, то и от жизненно важных, приводя к смерти. Так или иначе, находясь в шкафу Зоны 19, он не причиняет никаких неудобств. Как и сотни других объектов, которые вот так вот хранятся. Особо ценные предметы лежат в отдельном хорошо охраняемом помещении. Вот как SCP-361. Это древний трусский артефакт – бронзовая овечья печень, при помощи которой можно общаться с древними богами. И большая часть предметов в этой зоне действительно просто хранится в шкафчиках. Но, конечно же, тут есть и камеры содержания, и жилые отсеки, и даже специальные комнаты для различных нестандартных форм жизни. Есть тут и архив, где находятся различные носители информации с аномальными файлами. Можно даже сказать, что с файлами смерти. Как вот SCP-351. Это текстовый файл, внедряющий людям ложные воспоминания. В SCP-358 упоминается блок содержания 77, который находится напротив зоны 19. Сам этот объект представляет собой дверь, способную менять свою форму. Но главное, что он хранится в отдельном сооружении, рядом с основным комплексом. И таких вот отдельных блоков содержания существует довольно много. Кстати, это никак не противоречит идее того, что зона 19 постоянно перемещается, потому что телепортируется не само здание, а участок местности в несколько километров. На этом участке расположено множество построек, в том числе и просторные ангары. Сооружения в этой местности соединяются подземными тоннелями. И некоторые из них иногда сами становятся аномальными объектами. В один прекрасный день подземный переход соединяющей лаборатории с крылом содержания объектов, по которому эти объекты, собственно, и перевозились, начал светиться сам по себе. Было обнаружено, что при выключении в нем освещения, видимость не становится хуже. Позже появилось еще одно свойство. Дело в том, что по тоннелю перемещалась вагонетка, и в какой-то момент она начала неизменно останавливаться на одном из участков пути. При этом всегда становилось темно. Пропадал и тот аномальный свет, которым светился тоннель. Также переставали работать и все искусственные приборы освещения. Через несколько минут снова становилось светло, и вагонетка продолжала свой путь. Но во всех случаях груз из нее пропадал. В конечную точку пути она всегда приезжала пустой. Вернее, так было только поначалу, но затем вместо. Груза начали появляться различные аномальные предметы и записки, обычно представляющие собой пародию на какой-то из объектов, содержащихся фондом. Записки, появлявшиеся рядом с этими предметами, были заполнены стихами, и эти стихи явно высмеивали то, чем занимается фонд. Что говорит о том, что в тоннеле завелась какая-то разумная сущность, и все вместе это называется SCP-903. И это далеко не единственный пример того, когда что-то внутри зоны 19 становится аномальным. Так, например, один из кабинетов, где работал один из ученых фонда, теперь называется SCP-1934. Чем же эта комната заслужила звание объекта? Внутри кабинета постоянно работает освещение и вентилятор, и они не отключаются, даже если полностью отрезать помещение от энергоснабжения. Но это еще не самое странное. Входу в комнату мешает некое препятствие, которое не удается никак зафиксировать. Однако, каким-то образом, оно не дает человеку проникнуть внутрь, как если бы это был твердый предмет. Как ни странно, препятствие имеет небольшой зазор внизу двери, что позволяет просовывать внутрь тонкие предметы. Примечательно, что когда внутрь двери просунули лист бумаги, работающий вентилятор не оказал на него никакого воздействия. Из чего тогда был сделан вывод о том, что внутри возможно безвоздушное пространство. Однажды камеры наблюдения зафиксировали появление в комнате двух человек, которые как будто бы вышли из стены. Они были погружены в пол по колено, что на удивление не мешало их передвижениям. Они достали откуда-то нескольких человеческих трупов и перетащили их в обозреваемое из дверного прохода место. Тогда сотрудники фонда увидели, что каждый из этих трупов выглядел точно как доктор Мерлоу, то есть тот ученый, который работал в этом кабинете. А затем странные люди ушли, как и появились, через стену. Определенно там произошло что-то связанное с мультивселенной. Более того, некоторые события, произошедшие в девятнадцатой зоне, сами становятся отдельными объектами. Например, в 2013 году у одной из частей главного сооружения выросли куриные ноги, которые приподняли все здание над землей. Интересно, зачем добавлять события из мира Лолфонда? В основное это пространство. Но так или иначе, это странное происшествие. Называется SCP-4852. Вообще, в девятнадцатой зоне практически нет каких-то особенно опасных объектов, кроме, конечно же, SCP-173, который постоянно устраивает побеги. Впрочем, этого, а еще постоянных нападений повстанцев Хаоса, вполне хватает, чтобы считать тут жизнь достаточно неспокойной. А еще более неспокойной это место делает то, что именно в нем происходит большинство историй с персонажами SCP. Например, есть история, где Брайт взорвал бы и головку этой зоны. Хотя это всего лишь обучающий фильм, призывающий сотрудников фонда быть внимательнее на работе. Такова из наиболее крупных зон фонда SCP. Такая же аномальная, как и многие объекты, содержащиеся фондом. Всем пока!